Привет, друзья! Меня зовут Пепсик, и сейчас я покажу вам такие секреты в Тока Бока, про которые никто не знает. Вы будете приятно удивлены, и давайте начнём! Итак, мы с вами переместились в Боб Сити, и что же за секреты я вам сегодня покажу, друзья? Давайте отправимся на нашу любимую катосвалку, на которой всегда происходят какие-то необычные вещи. Короче, мы сейчас возьмём там кое-какой предмет, я думаю, что вы уже догадались, что это будет, и это у нас будет, во-первых, Пепсик, вот он, посмотрите на него внимательно, он сегодня будет помогать нам собирать все предметы, которые мы сможем найти. Также я рассказывал в одном из роликов, где найти вот эти вот все алмазики и даже вот такую вот сосиску в виде изумруда. Посмотрите, как круто она выглядит, как она блестит, я обязательно оставлю ссылочку на этот ролик в описании под этим видео. Ну, а пока что я вам покажу другие секреты, которые вас тоже очень сильно шокируют. Что ж, друзья, давайте возьмём хотя бы вот такую вот коробочку, ради приличия просто, для того, чтобы мы могли коллекционировать все предметы. Итак, друзья, закидываем нашего Пепсика к нам в инвентарь, и давайте отправимся на самую первую локацию. А помимо этого, кстати говоря, друзья, я вам в конце покажу бонусного секретного кромпета, мы его вместе с вами создадим, и поверьте, вы будете очень сильно удивлены. Итак, друзья, переходим на самую первую локацию, это у нас будет суд, где судят людей за их различные преступления, за то, что они нарушали порядок, за то, что они нарушали закон. Я думаю, что многие из вас эту локацию знают, ну, а те, кто не знают, сейчас с ней познакомятся. Итак, друзья, встречайте, это у нас суд, здесь у нас играет радио, здесь у нас происходят всякие расследования, и, казалось бы, где здесь можно найти какие-то секретики, друзья? Ну, я думаю, что многие из вас знают, я начал с самого простого секретика, и догадываются, где же он, этот секретик, находится. Смотрите, друзья, здесь вот такая вот картина, вы ее, соответственно, отодвигаете, прыгаете вот сюда, типа сбегаете из тюрьмы, открываете вот эту дверь с черного входа, заходите вот сюда, и здесь у вас вот такая вот свалочка. Вы ее открываете, и здесь лежит вот такой вот суперкрутой алмаз угольного цвета, посмотрите, как классно он выглядит, пепсики его хватает с собой, и это первый секрет, который, в принципе, много кто из вас знал, но я просто обязан был его показать. Что ж, друзья, закидываем нашего пепсика обратно в коробочку, в инвентарь, и сейчас мы с вами отправимся на следующую локацию. Вот про эту локацию уже практически никто не знает, но сейчас вы с ней познакомитесь и узнаете, где же находится второй секрет. Мы с вами отправляемся вот в этот городок, на первый этаж вот этого домика, и этот домик вообще не примечательный ничем, если честно. Какие тут могут быть вообще секреты? Но сейчас, друзья, вы все узнаете. Это достаточно необычный секретик, который, ну, как я уже говорил ранее, вас удивит. Итак, друзья, достаем нашего пепсика, и я сейчас объясню, что нужно сделать. А здесь, как вы понимаете, мы попали, здесь у нас кухня, туалет, можно почитать книги, в общем, жилое здание, апартаменты, проще говоря. И здесь вот, если мы пройдем вот сюда, здесь у нас есть вот такая вот ванная. И что же мы делаем? Мы берем бумажку вот эту вот, кидаем ее в туалет, спускаем и открываем вот эту вот коробочку. Сливной бачок называется. И здесь будет лежать вот такой вот суперкрасивый алмаз. Посмотрите, как круто он выглядит. У нас уже есть два алмазика. Один угольного цвета, второй вот именно натурального, натуральный цвет алмаза. Что ж, друзья, вот такой вот секретик я здесь вам показал. Соответственно, пепсика нашего убираем обратно в инвентарь. И мы сейчас с вами перейдем на третью локацию, друзья. Третья локация будет просто умопомрачительная. Давайте посмотрим, где же она. Она находится вот здесь. Здесь переходим вот в этот лагерь, в котором есть статуя осьминога. Статуя осьминога здесь у нас будет с небольшим подвохом. Вы сейчас все увидите, все поймете. И тоже, как и я, будете шокированы. Потому что, когда я узнал про этот секрет первый раз, меня это просто повергло в шок. Итак, друзья, смотрите. Здесь вы можете сфотографироваться на фоне вот этого бананчика, так сказать. Сюда вы тоже можете засунуть свое лицо, чтобы сфотографироваться. Якобы вы ананас. Но это все мелочи. Все, что нам нужно сделать, это прийти вот сюда, сесть на скамеечку и... А где секретик-то? Не вижу. Где, где, где? Может быть, нужно взять мороженое? Давайте полежим мороженое. Почему бы и нет? Так, опа, Пепсикс ел мороженое. И что нужно сделать? Смотрите, друзья. Вот здесь вот есть вот такие вот штучки. Два раза нужно... Вот смотрите, показываю, показываю носиком, показываю. Вот сюда нужно два раза стукнуть. И потом один раз сосиску стукнуть. Вот в эту. Берем, стукаем. Так. Так, открывайся. Не хочет, смотрите. Может быть, наоборот? Короче, нужно постучать. Очень хорошо постучать. Так, давайте-ка еще раз. Еще раз стучим. Вот мы стучим вот сюда вот. И здесь должна открыться голова, но она почему-то не открывается. Может быть, много-много-много раз давайте попробуем постучать. Может быть, откроется. Не хочет открываться, но тут точно есть секретик. Я помню, я уже как-то открывал. Давайте попробуем съесть еще два мороженка. Может быть, просто мороженок побольше нужно съесть? Но пока что не получается. А может быть, мороженку нужно ему скормить? Нет, посмотрите-ка, в чём же загадка? Не просто ж так... А, может быть, сюда ещё нужно постучать. Так, подождите-ка, может быть... О, вот так вот, смотрите, друзья, нужно ещё было вот в эту клешню постучать, видите, она блестит. Вы стучите сюда три раза, сюда вы стучите два раза, и в хот-дог вы стучите один раз, и у вас открываются сокровища этого острова. Посмотрите, сколько золотых слитков, вы сами понимаете, сколько это вообще стоит, что такое золотые слитки, я думаю, каждый из вас знает, это просто что-то невероятное. Также здесь есть вот такая вот золотая голова, и, конечно же, золотой алмазик, за которым мы, собственно, и охотились. Давайте слитки уберём обратно, мне это ни к чему. Голову мы закроем, мороженое мы съедим, но вот этот алмазик мы хватаем с собой. Окей, друзья, вот такой вот был секретик, очень необычный, видите, его даже трудно было распечатать, но у меня получилось, и это, конечно, очень-очень классно. Итак, друзья, переходим к следующему секрету, не менее интересному, и что же это будет такое? Мы переходим с вами на вот эту вот локацию, запоминайте внимательно, и здесь нам нужно отправиться на первый этаж, если не ошибаюсь, это киностудия, место, где снимают различные фильмы и различные сериалы в тока-бока. И что же мы сейчас будем с вами делать? Мы будем с вами делать максимально странные вещи, смотрите, мы просто вытаскиваем нашего пепсика, и затем открываем вот этот вот фургончик, и пытаемся найти здесь секретик. Давайте-ка попоим пепсика кока-колкой, это точнее циклопа кола, видите, вот она какая, а вот этого вот парнишу мы отсадим куда-нибудь вот сюда, и здесь вот сюда вот носиком-носиком показываю носиком, здесь у нас лежит вот такой вот необычный янтарно-оранжевый алмаз, и это просто суперкруто смотрится, это, наверное, один из самых лучших алмазов, которые я видел в тока-бока. Мы его тоже берем с собой, и этот секретик мы разгадали. Шторку можно закрывать и отправляться на следующую локацию. У нас остается последний секретик, который я вам покажу, и потом я вам покажу суперкрутого кромпета, которого еще никто никогда не видел. Итак, друзья, мы с вами должны переместиться на следующую локацию, и следующая локация у нас находится где-то вот здесь, а именно вот в этом бассейне. Давайте перейдем в этот бассейн и посмотрим, что же такого в нем находится. Какие секреты он таит вообще, что за секреты он таит? Ну, мы сейчас узнаем, мы же как бы хорошо секреты-то разгадываем, вы сами все видите. Высаживаем нашего пепсика, давайте спросим у кассирши, может быть, кассирша знает какие-то секреты, но кассирша нам не отвечает, и может быть, это хорошо. Мы сами справимся с этой нелегкой задачей. Мы с вами пробегаем вот сюда, здесь у нас какая-то тусовочка, все как-то тусуются, прыгают, загорают, в общем, лето начинается. Но мы с вами идем вот сюда вот, вот на эту вот дорожку встаем, и здесь вот носиком-носиком, показываю носиком, здесь у нас есть такая вот, такой лючок. И в этом лючке находится вот такой вот алмаз, посмотрите, какой он крутой, это алмаз натурального цвета, и, конечно же, мы берем его с собой. Так, пепсик, не надо купаться, вот такую вот коробочку мы с вами сегодня собрали, и сейчас пришло время показать секретного кромпета. Я выпускаю Кракена, друзья, это будет что-то невероятное, готовьтесь, я надеюсь, что вы не испугаетесь, то, что я вам сейчас покажу, какого кромпета, но это будет что-то сенсационное. Итак, друзья, мы с вами отправляемся в самый стандартный город, это у нас будет Боб-Сити, Боб-Сити находится вот здесь, и нам нужно отправиться в магазин. Смело отправляемся в магазин за покупочками, но сегодня нам нужно будет купить не продукты, как я это обычно делаю, а кое-что поинтереснее. Предметы, которые пригодятся нам для создания нереально крутого кромпета. Так, почему холодильник здесь открыт, не понял, давайте закроем. И мы, соответственно, перемещаемся на эту локацию. Сразу скажу, что нам для этой миссии понадобится Зак, ой, так, Зак, привет, или Зик, его по-разному называют. Короче, Зак или Зик. Зак или Зик идет с нами, сразу закидываем его в инвентарь. И в это время мы двигаем нашего пепсика вот сюда вот, для того, чтобы немножко пообщаться с продавцом. И мы говорим продавцу, что нам нужно кое-какие предметы. Он у вас спросит, какие предметы вам нужны. А вы ему говорите, мне нужны две куклы, оранжевые и синие. И в это время продавец вот так вот подходит вот сюда и спрашивает, эти ли куклы вам нужны. А вы говорите, да, мне нужны именно они. Берем вот эти две необычные куклы с собой и уходим на следующую локацию. Занка мы с собой забрали. Соответственно, теперь наша задача проникнуть на катосвалку и скомбинировать эти предметы. И что сейчас получится, друзья? Вы будете просто шокированы. Переходим на катосвалочку для того, чтобы проверить всю эту теорию. А вдруг вообще не получится? Знаете ли, всякое бывает. Но сейчас мы это выясним и узнаем, какого же кромпета мы создадим. Итак, друзья, мы уже на катосвалочке. Быстренько высаживаем нашего Зика, Зака. Так, что время с него шапка слетает. Высаживаем вот сюда. Так, шапку-то одень обратно. И высаживаем нашего Пепсика. Пепсик куда-то пропал. Так, давай-ка не прячься. Давайте можно даже вот сюда отойти. Так что ты с этой шапкой-то меня замучаешь сегодня? И мы достаем две куклы. Первая кукла голубенькая, вот она. И вторая кукла оранжевая. И смотрим, что у нас получается. Так, первая кукла, вторая кукла. И у нас получился вот такой вот кромпет. Посмотрите, друзья, это кромпет-геймер. Он очень любит видеоигры. И, конечно же, он всегда вам составит хорошую компанию, чтобы поиграть в какую-нибудь видеоигру. Вот такой вот интересный кромпетик у нас получился. Такой вот видеоролик. Ну а прямо сейчас, друзья, вы можете обратить внимание на свой экран и заметить, что сейчас вам вылез мой еще один видеоролик. Он очень смешной. Просьба, кто будет его смотреть, сильно не смеяться. Потому что уж очень он смешной. Поэтому, кто хочет, тот может, конечно, посмотреть. Но, как я еще раз сказал, аккуратно со смехом. Это очень заразительно. На этом все. Меня звали Пепсик. Всем хорошего настроения. И пока.